Представлюсь, меня зовут Денис, я тренер и инструктор российского Красного Креста. Сюда, в Москву, приехал для того, чтобы переучиваться новым стандартам, потому что в прошлом году вышли новые стандарты первой помощи. Они каждые пять лет меняются. Поэтому очень важно, даже те, кто это все уже слышали, заново освежать информацию в голове. По образованию я штурман, повар-кондитер, техник-технолог питания и что-то там еще. Работал в пожарном, в госпитале инфекционном полгода, координатором, организатором мероприятий. Я чем только не занимался, но не медициной, слава богу. Но почему я преподаю первую помощь? Потому что первая помощь — это не медицинский вид помощи, и любой абсолютно может стать инструктором. Абсолютно любой. И, к сожалению или к счастью, я не знаю, в моей практике 30% моих слушателей, их только за прошлый год было тысяча человек, — это медики. К нам приходят и спасатели, и медики, и они постоянно узнают что-то новое из первой помощи. Окей, а кого я представляю? Представляю я, на самом деле, сейчас сам себя, но поскольку мне совесть моя будет грызть, если я не расскажу о Красном Кресте буквально одну минуту. Короче, я представитель Российского Красного Креста. Российский Красный Крест — это гуманитарная организация. Это не медицинская организация и не правительственная. Гуманитарная организация. Мы много чем занимаемся, и одно из направлений — это первая помощь. Вы можете стать нашими волонтерами, можете стать инструктором, можете прийти на наши курсы. Платно и бесплатно. Я об этом в самом конце расскажу. Вы можете прийти в любую другую организацию, волонтерам и помогать людям в самых разных отраслях и сферах деятельности. Наша организация является одной частью большой всемирной организации или движения, движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Мы работаем в ситуациях вооруженных конфликтов. Даже примеры приводить не надо, все их знаете. Мы работаем в ситуациях пандемии. Мы работаем в ситуациях насилия. Мы работаем на митингах, не на митингах, на праздниках, на алых парусах, на фестивалях. Наше любимое дежурство в России — это Новый год. 1 января всегда что-то происходит с утра, когда не работает ничего абсолютно, потому что все отдыхают. И все в этом духе. Лично я из Санкт-Петербурга, поэтому представляю Санкт-Петербургское отделение российского Красного Креста. Я представился, наша организация, наше движение. Эти логотипы не медицинские, эти логотипы по сути товарный знак Красного Креста. Вот есть молодой человек в первом ряду с белым крестом на красном фоне. Так вот Красный Крест — это флаг Швейцарии, где места поменяли местами. Наш основатель Андрей Дюнан в 1859 году придумал такую организацию, как Красный Крест. Почему? На поле битвы помощь никому не оказывали. Он решил, что ну как же так, людям же нужна помощь. И придумал Красный Крест — нейтральную, беспристрастную организацию, которая вообще без разницы, какого вы цвета, вероисповедания, роста, возраста, вообще без разницы. Вот у вас есть травма или вам нужна еда, мы вам поможем. А кто вы? Ну, вопрос 15 уже. Вот. Так появилось наше движение. Нам больше 150 лет. Ну, по математике тройка, поэтому оперативно высчитывать возраст каждой организации не стану. Конкретно Санкт-Петербургское отделение с 1867 года существует. Ладно. Все. Теперь о первой помощи. Лекция по первой помощи. Я стопроцентный практик, я не умею вести лекции. Серьезно. Для меня это первая лекция будет. Я за мастер-классы и за тренинги. Но поскольку здесь аудитория физически настолько, что не приспособлена проводить мастер-тренинг, я проведу вам лекцию. И для меня это тоже будет обучение. То есть я буду учиться на вас. Вы мои подопытные, а я ваш манекен. Будете меня убивать, если требуется, или спасать там по ситуации. Сразу извиняюсь за шапку. Это техническая необходимость. И отсутствие маски — это тоже техническая необходимость. Руки у меня, кого я буду трогать, будут защищены перчатками. Я обработан антисептиком многократно. Ладно. Для кого эта лекция? Эта лекция на самом деле абсолютно для всех. Чтобы это доказать, я сначала задам вам вопрос. Кто из присутствующих является медиком? Поднимите руку. Для тех, кто будет нас смотреть, здесь человек 50 точно есть. Кто из вас медик? Поднимите руку. Никого. Отлично. Мне будет легче. Кто из вас проходил курсы первой помощи? Поднимите руку. Ну, подняло руку человек 8, наверное, 10. Кто из вас когда-либо в жизни оказывал первую помощь? Поднимите руку. Кто из вас резал пальцы? Кто из вас получал мозоль? Кто из вас давился? Все оказывали из вас первую помощь хоть раз в жизни. Поэтому с этой темой вы знакомы. Я вам почти ничего нового не расскажу. Я на самом деле буду разрушать мифы. В чем суть лекции? Моя задача вас не научить оказывать первую помощь. Чтобы научить оказывать первую помощь, вам необходимо прийти на тренинг. Тренинг 16 часов минимум. Это в два дня все происходит. И это все происходит максимально интерактивно. То есть вы вообще сидеть не будете. Вы будете потеть, бегать, носиться, летать. Что угодно с вами будет происходить. Сейчас у меня задача сделать так, чтобы те, кто уже знали что-то о первой помощи, ее освежить. И она будет полезна и туристам, и нетуристам. Вот вы сейчас после нашего мастер-класса лекции выйдете на улицу, увидите кого-то, и вы будете знать, что делать. И она будет полезна тем, кто вообще ничего не знал. Как минимум вы не добьете пострадавшего после этой лекции. Моя задача сделать так, чтобы если мне стало плохо прямо на лекции и среди вас нету медика, вы меня не убили. Хотя бы. Окажете помощь или нет, зависит уже от нашей активности. Окей? Иногда я буду отвлекаться на камеру и говорить с камерой, потому что я еще хочу помочь слушателям, которые нас будут смотреть на интернетах, на ютубах, чтобы они тоже практиковали какие-то с нами действия. То есть максимальное погружение, там сломаем пятую стену или сколько их должно быть. Неважно. Ладно. Для кого она? По каким стандартам? Я уже заспойлерил. Первая помощь каждые пять лет изменяется. Первая помощь это доказательная медицина, но не медицинский вид помощи. Соответственно, кто из вас ходил на уроки ОБЖ? Кому из вас рассказывали, как накладывать жгут? Кто из вас помнит, на сколько накладывать жгут летом? Кто из вас помнит? Сколько? Насколько? Погромче только. На час. На час. Отлично. Зимой. 30 минут зимой. Весной. Осенью. Так вот, суть в том, что то, как учат сейчас в многих учреждениях, это не просто устаревшая информация. Это, ну, если бы моя бабушка была бы инструктором первой помощи, она бы именно так и рассказывала, как написано в этих методичках. Но первая помощь изменяется постоянно. Не анатомия человека меняется, а доказывает, что, например, ложка в рот, это неправильно, нельзя так делать. Жгут накладывать в условиях доступа к скорой, это неправильно. И куча других таких вещей. Вот моя задача сегодня напомнить кому-то, а кого-то научить все это не делать. Или делать. Там посмотрим по ситуации. Кстати, сколько здесь туристов? Сколько здесь путешественников? Сколько здесь бич-путешественников? Вот. Окей. Итак, по каким правилам? Еще раз. Все вопросы, которые у вас возникают, я либо дам ответ в следующей теме, либо это вопрос не по теме. У нас нет времени сегодня углубляться в статистику. У нас нет времени объяснять все максимально подробно. Но если у вас будет вопрос и вам нужен ответ, подойдите после. Напишите мне в Телеграме, я вам дам ссылки. Где угодно. Хоть в Питер приедете и такие, типа, Денис, чувак, ты обещал мне спустя пару лет. Окей. Об этом мы поговорили. В конце я выделю какое-то время на вообще общие вопросы. Там, в чем смысл жизни, куда лучше сходить. Там, про яичницу можете спросить, про первую помощь, про что хотите. Выделю на это 10 минут. Все, что не успею, потом уже будете мне звонить, писать, что угодно делать. Окей. Договорились о правилах? И также я вас буду просить работать руками с вашими соседями. Мы не будем туда-сюда ходить. Мы будем с вами работать руками, сидя на месте. Мы постараемся максимальный интерактив создать. Последние ряды, там, Камчатка и все остальное, вам периодически придется вставать. Потому что кое-что будет происходить у меня перед глазами. И без этого, без контактов физически, к сожалению, не обойтись. Идем дальше. Что такое первая помощь? Итак, вы наверняка слышали этот термин много раз. Как минимум, регистрируясь на это мероприятие, вы прочитали заголовок. Очень многие путают первую помощь с первой медицинской помощью. Очень просто. Никто из присутствующих не имеет права оказывать первую медицинскую помощь. И вас обучать не имели права. Потому что первая медицинская помощь, ключевое слово медицинская, она к кому относится? Простым языком. Я сейчас простым языком выражаюсь. Она относится к медикам во время работы. Когда они на работе. Если они вне работы, они, по сути, не могут оказывать медицинскую помощь. Но они могут оказывать первую помощь. Определение термина первой помощи есть два. Простое и немного более сложное. Начну с более сложного. Первая помощь – это комплекс мер, направленный на сохранение жизни и здоровья пострадавшего до приезда специалистов каких-то. Простое определение для нашей лекции. Первая помощь – это все, что можно сделать до приезда спасателей. Вот вообще все. Любые манипуляции – это все первая помощь. Но есть ограничения по этим манипуляциям. Разумеется, не все нам можно и не все мы умеем. С определением разобрались? Последний вопрос. Мне для тренинга сориентироваться, для мастер-класса. Кто меня знает лично? Откуда? Ладно. Окей, разобрались, что такое первая помощь? Итак, после нашей лекции, если вы кого-то будете спасать и у вас спросят, что вы делаете, ни в коем случае не говорите, что я вас учил первой медицинской помощи. Скажите, что я вас научил первой помощи. В рамках первой помощи навредить невозможно. Физически просто. В первой помощи даже такого правила нету – не навреди. Серьезно. Нет такого правила. Потому что в рамках первой помощи невозможно кого-то добить. Ну, просто это невозможно. Окей. Что такое первая помощь? Разобрались. Что регулирует первую помощь в нашей стране? Первое. 323-й федеральный закон. Он для медиков. Его можно не читать, просто если что, ссылаемся на него. Второе. 477-й приказ Минздрава, где описаны все состояния, при которых оказывается помощь. Проблема в этом приказе в чем? Как вы думаете? Ну, кто-нибудь там, интерактив. Девушка подняла руку. Есть такие тонкости? Да, девушка. Ага. Окей. Понял, спасибо. Для зрителей было сказано, что невозможно предусмотреть всех ситуаций. Так вот, проблема этого приказа в том, что он на 20 лет морально устарел. Вот и все. В рамках этого приказа вам даже немного больше позволено, чем я вам буду показывать. Почему? Потому что первая помощь наука, она меняется, идет далеко вперед. Третье. Уголовный кодекс. И не надо пугаться. Уголовный кодекс вас в каком-то смысле даже защищает. Я не буду ссылаться на какую-то статью. Я просто говорю, что в рамках первой помощи в некоторых ситуациях вы можете человеку навредить. Это называется крайняя необходимость. Представим, едет поезд, лежит человек. Сапсан едет. Поезд не остановится. Потому что все внутри поезда пострадают. И лежит человек прямо перед вами. У него сломан позвоночник. Вы прямо знаете. При вас ему сломали позвоночник. И вы, единственное, что вам остается, два варианта. Либо оставить его, либо доломать, возможно, доломать позвоночник, возможно, сломанный. И сохранить тело целиком. Самое главное голову. Вот это крайняя необходимость. Вы можете где-то сделать хуже, если в этом была крайняя необходимость. Но этим нельзя злоупотреблять. И в рамках первой помощи таких ситуаций просто объединится. Но вредить вы не сможете. По крайней мере, в рамках мастер-класса. Конституция. Конституция дает вам право оказывать помощь абсолютно любому. Здесь все имеют право оказывать первую помощь. Административный кодекс. Коап. Я не помню полную аббревиатуру, поэтому написал Коап. Административных правонарушений. Да, там сидит юрист. Если что, к нему все вопросы по юридическим темам. Административные правонарушения. Тоже не надо брать в голову. Просто там вот как раз таки по административным правонарушениям бывают проблемы у тех, кто оказывает помощь. Но эти люди обычно получают проблемы из-за того, что нарушили правила первой помощи, о которых мы дальше поговорим. Ведомственные приказы. Итак, приказ Минздрава. Это ведомственный приказ. Приказ МВД. Это ведомственный приказ. Если вы работаете в школе, вам не повезло. Об этом сейчас еще поговорим. И в других учреждениях, соответственно, тоже. Ну и т.д. Итак, об этом поговорили. Есть вопросы? Вопросов нету. Отлично. Кто должен, кто обязан? Итак, начнем с того, кто должен. Должны оказывать первую помощь те люди, у которых в должностных инструкциях это написано. Например, бортпроводник обязан. Не просто должен, а обязан. Человек, автовладелец, который оказался на месте ДТП, обязан? Он обязан, потому что ПДД, там есть пункт, который это регулирует. Он обязан. Не просто так у вас в аптечке в машине должна лежать, о которой мы, может быть, еще тоже поговорим. Ну, не у всех она есть. Но лучше об этом не говорить на техобсмотре и ГАИ. Кто еще должен? Полицейский, если в форме, должен оказать первую помощь. Сотрудник Росгвардии, сотрудник ФСБ в военной форме, спасатели РФ, даже если они уволились с работы. Ну, то есть, все, он уволился с работы, но у него действующее удостоверение спасателя. Он обязан оказать будет помощь. Ну, у него это, по-моему, даже написано. У меня удостоверения нету, хотя работал спасателем. Ладно, это отдельный тренинг. Преподаватели в школах во время работы с детьми должны оказать помощь. А учат их или нет, это уже вопрос 15-й. Кто еще должен оказывать помощь и обязан? Туристы. Да, есть туристы. Есть гиды и туринструктора здесь. Кто-нибудь из вас в поход друзей водил? Вот все, кто водит кого-то в поход целенаправленно, и вы где-то отметились, вы должны организовать оказание помощи на месте, если вдруг с кем-то стало плохо. Организатор данного мероприятия, вот там, видимо, молодой человек-администратор, в случае чего все вопросы к нему. Я окажу помощь, но отвечать будет он. Так вот, много кто обязан. И, возможно, обязаны и вы, но только в рабочее время. Во все остальное время вы не обязаны. Но это не значит, что можно пройти мимо. Вот лежит человек прямо перед вами. И вы такие, типа, ладно, времени мало, пойду дальше. Он умер. Потому что, например, почему? Ну, потому что из него кровь брызгала. И вы просто ушли. Будет какая-то ответственность. Ответственность будет оставление в опасности. Если вы остановитесь, но не хотите его трогать, вы должны хотя бы вызвать специалистов. Вызов скорой помощи спасателей пожарных полиции – это уже оказание помощи. С вас уже снимается ответственность. И вы уже большой молодец. Но скорую, к сожалению, чисто из опыта, я не буду называть конкретных людей здесь, но половина из вас не умеет вызывать скорую помощь. Мы сейчас еще 10 раз это докажем в течение нашего мастер-лекции. Я, кстати, не обязан сейчас оказывать никому помощь. Хоть вас этому и учу. Ладно, об этом поговорили. Идем дальше. Базовые правила первой помощи. Как вы думаете, чем написаны эти правила? Чей кровью? Половина написана кровью вашей и моей спасателей, а вторая половина написана кровью тех, кому оказывали помощь. И правила делятся на два блока. Это правила безопасности первых три и еще пять правил, которые не регулируются никак. Ну, в смысле, нет каких-то ссылок ни на что. Это правила, которые были написаны кровью пострадавших, которым наши волонтеры или волонтеры других организаций или просто прохожие пытались оказать и в итоге делали хуже. Поэтому эти правила написаны. Я вас уверяю, если вы будете соблюдать все правила, вы не навредите человеку. Просто невозможно навредить человеку, который не дышит. Хоть десять ребер сломай в десяти местах. Ему хуже от этого не будет, он не дышит. Вот. Будет хуже, но основная проблема не в этом. Окей, базовые правила. По поводу базовых правил. Я их попрошу записать себе, зафиксировать в телефон, куда хотите, там татуху набить, что угодно. Опять же, для того, чтобы вы не навредили. Более того, домашнее задание. Домой придете, поделитесь с теми, кого вы любите или не любите, и расскажете им о правилах. И если у них возникнет вопрос, как так, отправляйте ко мне. Договорились? Это то, чем можно делиться даже без инструкторского удостоверения. Кстати, лайк организаторам – это одни из немногих организаторов, которые из меня все документы выбили по поводу того, имели ли я право это все рассказывать. Так что я сертифицирован, все хорошо. А им лайк за это в корму. Итак, первое правило – собственная безопасность. Вы должны быть, там, по-моему, так и написано, вы должны быть эгоистом, но здоровым эгоистом. Здоровый эгоист думает о себе сначала, а потом кому-то помогает. Я думаю, видели в интернете картинку, мем такой, где троллейбус едет, техобслуживание написано, и он в хлам убитый. Вот плохой спасатель – это мертвый спасатель. Плохой спасатель – нездоровый спасатель. Хороший спасатель – живой спасатель. Вы должны думать в первую очередь о себе, даже если вы за кого-то в этот момент отвечаете. Пример моих волонтеров, с которыми я работаю на массовых мероприятиях. Ну, например, наш учебный полигон в Питере – Думская улица, где каждые 15 минут кому-то плохо становится. Там барная столица России. Ну, кто не знал. Так вот, это не реклама. В чем суть? Если пострадал волонтер, мы про пострадавших просто забываем. Все, нам без разницы, хоть он умирает серьезно. Наша основная боль и задача – помочь себе и своему коллеге. Мы думаем в первую очередь о себе. Второй пример более жизненный вам. В самолетах кто летал? Итак, кому маску вот эту, которую выпало, надеваем? Взрослому, а потом себе. Нет, себе, а потом ребенку и соседу. Себе сначала. Это правило, на самом деле, вот эта, собственно, безопасность, каким-то образом перешло к нам из правил пассажирских авиаперевозок. Потому что сосед вам помочь не сможет, если задохнется. А вы, пытаясь ему помочь, задохнетесь быстрее, чем сосед. Короче, суть простая, логика. Вы должны быть хорошим спасателем. А хороший спасатель – живой спасатель. Думайте о себе всегда в первую очередь. Мы, когда набираем волонтеров в организацию, если он приходит и говорит, я буду спасать людей, не думая, все, ты нам не подходишь. Если он говорит, я эгоист, я вообще никого спасать не буду, с тобой можно поработать. Если он говорит, я эгоист, буду спасать, но во вторую очередь, сначала себя спасут, ты нам подходишь. Примерно по такому принципу мы набираем к себе волонтеров. Итак, идем дальше. Собственная безопасность – это первое базовое правило. Второе правило – инфекционная безопасность. У кого есть медицинская маска? Вам заинтересованы все руку поднять, потому что есть куча правил сейчас ограничительных. Вот у меня есть маска. У кого есть перчатки? До коронавируса никто из вас руку бы не понял. Может быть, один или два человека прошаренных. Так вот, для чего вам нужна маска? Для того, чтобы защищаться от той жидкости, которая летит от пострадавшего в вашу сторону. Например, перцовый газ – опасно. Кровь, рот в крови плюется на вас – опасно. Я стою сейчас, плююсь, но полтора метра есть, не долетает – опасно. Мы должны защитить дыхательные пути от попадания жидкостей, а не газа и вирусов. Тот же самый вирус распространяется через слюни, которые летят в вас. Маска нужна для этого, а не для того, чтобы не пропускать вирус, как вирус. Если нет маски, чем мы будем заменять маску? Чем угодно. Чем угодно. Если на пляже только трусы и пострадавший кашляет на вас, значит ими. Мы защищаем дыхательные пути, когда есть в этом необходимость. Чем мы защищаем руки, если нет перчаток? Бахилы у кого-нибудь есть? Хорошо, у кого-нибудь есть пакет? Хоть один здесь. Пакет есть? Вот, ну все, как минимум мы сможем трех человек обеспечить защитой рук. Мы защищаем руки от любой жидкости, которая может вытекать из человека. Это может быть кал, это может быть моча, это может быть кровь, это может быть мозг, это может быть что угодно, это может быть перец, это могут быть слюни. Мы защищаем свои руки от жидкостей пострадавшего. Обратите внимание, речь идет об вашей безопасности. Вы пострадавшему инфекцию, даже если занесете, это не главная проблема, ее потом вылечит эту инфекцию, главная проблема, что он возможно умрет, если вы не будете его трогать. У вас руки немытые и у человека сильное кровотечение, да вообще без разницы. Но при этом у человека сильное кровотечение, вы точно знаете, что он вчера сдал тест на ВИЧ, и у него подтвердился диагноз, он ВИЧ положительный, и у вас руки порезаны. Ну после, не знаю, там скалодрома пришли, руки все убиты. Надо защищать руки в такой ситуации. То есть помним о собственной безопасности. Договорились? Если вообще нечем защититься, вот от слова совсем, вот просто там в трусах на пляже, можно голыми руками. Ну что с руками надо сделать потом? Помыть вот так вот мылом. Это не запрещается. Новые стандарты прошлого года нам позволяют голыми руками спасать. Ну прям реально. Но я вам рекомендую, это домашнее задание, я проверю, каждому напишу. Купите киндер сюрприз, скушайте киндер или отдайте ребенку кому угодно, не знаю, там бедному. Возьмите это яйцо желтое, помойте, вытащите игрушку, соберите ее, поставьте куда-нибудь, а в это яйцо засуньте пару медицинских перчаток и положите себе в сумку. Обратите внимание, представьте, на улице я подхожу в презервативах к пострадавшему. У него будет доверие ко мне? Вы в очень удачный момент зашли, девушка. У него будет доверие к вам? Нет, разумеется. А теперь представьте ситуацию, коронавирус закончился, прошло 10 лет, все, эпидемию победили, все бессмертные. И вы в метро непонятно откуда достали медицинские перчатки и маску. На вас как будут смотреть? Сразу же плюс 50 к доверию, потому что будут думать, ну вы явно шарите, откуда вы их взяли. Так вот, специально для этого купите яйцо, засуньте туда маску. Кто засунет две пары перчаток и маску медицинскую в это яйцо, тому абонемент на курсы первой помощи в Санкт-Петербурге, правда. На полном серьезе бесплатные. Только вам придется прислать мне видео и доказать, что вы это сделали. И яйцо классическое, обычное яйцо, вот такое вот, туда две пары перчаток и медицинскую маску. Тому подарочный сертификат на наши курсы. А? А вот и проверим. Вообще вмещается. Ну прямо это надо закон физики нарушить, но вмещается. Итак, мы поняли, надо думать о безопасности. Инфекционный. Идем с вами дальше. Психологическая безопасность. Первым пунктом чего... Нет, рано до этого первого пункта. Итак, что такое психологическая безопасность? Что такое стресс? Стресс это нормальная реакция человека. Если вы поругались с девушкой, она начала бить посуду, это нормально. Если вы шли по улице и кто-то психует, это нормально. Если на вас кто-то срывается из-за того, что вы не виноваты, а вы просто проходили мимо, ваш начальник на вас срывается, это защитная реакция организма, стресс это защитная реакция организма на ненормальную обстановку. Если относиться к этому так, вообще разводов не будет от слова совсем. Это невозможно. Потому что если вы нормально относитесь к реакции человека на стресс, вы не перегорите и вы не будете на свой счет это принимать. Поэтому делаем вывод. Стресс человеческий, когда он на вас срывается, на свой счет не принимайте. Даже можете себя похвалить, если человек на вас орет, а не на соседа, значит вы в его глазах более подготовлены к тому, чтобы на вас срываться. Стресс это норма. Второе, что нужно помнить. Не бывает неадекватных людей. Любой человек, который ведет себя странно, это его нормальная реакция. Вы не врач, не психиатр, чтобы говорить, что неадекватный. Даже психиатр на улице вряд ли скажет, что у него проблемы с головой, пока не проведет какие-то тесты. Так вот, не надо говорить неадекватно. Это нормальная реакция человека. Вы, возможно, ее не принимаете. Возможно, она вам не нравится, но это нормальная реакция. Это надо помнить. Теперь по сути, по существу. Чего говорить нельзя? Итак, чего никогда нельзя говорить? Нельзя говорить, все будет хорошо. Никому. Вообще никогда не надо говорить эту фразу. Кто хоть раз в жизни кому-нибудь говорил, все будет хорошо? Вы ни разу не говорили? Вот, это редкость. Не надо говорить фразу, все будет хорошо. Не будет хорошо. Конкретный пример. Мы на поисках ребенка в лесу. Мне вру. Ну и такие ситуации тоже были. На поиске мужчины пожилого в лесу. Ищем уже третий день. Понимаем, что сегодня температура. Вчера была температура 20 градусов, а сегодня 5 градусов. И дождь. Соответственно, переохлаждение, он умрет до утра. И подходит волонтер просто попросить зайти в дом к родственникам. Родственники спрашивают, что-то говорят. Он такой, да все будет хорошо, мы его найдем. Его не нашли. Его нашли спустя месяц в канаве соседней. Как вы думаете, фраза «его найдут» была в тему? Человек хотел помочь, но в итоге сделал хуже. Так вот, все будет хорошо. Тебе помогут. Тебя спасут. Он вернется. Самолет сядет. Скорая приедет. Скорая скоро приедет. Бог тебе в помощь. У меня было хуже. Да что ты ноешь? Не парься. Соберись тряпка. Успокойся. Будь мужиком. Этого все нельзя говорить. Что можно говорить? Скорая вызвана. Факт. Я вызвал скорую, я ее вызвал. Приедет она или нет, от меня не зависит. Может они в ДТП попадут, пока будут пытаться приехать. Самолет сядет. Я не знаю. У меня была ситуация. Самолет разбился над Синаем. Я думаю, все слышали. Много лет назад. Я четко знал, что в соседней квартире девушки. Там дядя с тетей летели. Я к ней пришел, чтобы оказать психологическую поддержку. И она у меня спросила, зная, что я в Красном Кресте, наверное, какой-то информацией владею. Типа, что с самолетом? Я ей честно сказал, я понятия не имею, как и ты. Давай возьмем интернет и будем сидеть, мониторить новости. И вместе с ней переживать эти эмоции. Так вот, ваша задача как спасателя помочь пережить эмоции пострадавшего. А не пытаться его лечить. Выражение не смысле лечить как доктора, а лечить как типа Да, у меня было хуже, чем у тебя. Вот у тебя вообще фигня, фикция. Или там делай так, делай не так. Неважно. Почему нельзя говорить не плачь? Потому что слезы – это самая нормальная и, как сказать, стабильная защитная реакция человека. Слезы намного лучше истерики. Слезы намного лучше апатии, паники и всего остального. Если человек плачет, он переживает эмоции. Поэтому человек плачущий пускай плачет. Другое дело, если эта реакция затяжна, и он плачет уже третий час. Там, возможно, требуется психиатр, психолог или кто-то еще. Но если человек на пять минут вышел поплакать, просто выйдите за ним, предложите ему свою помощь. Скажите, что я, если что, рядом, нужна будет поддержка, обратись ко мне. И стойте где-нибудь недалеко, просто как бы не маньячи его. Но не надо к нему подходить и говорить, типа, соберись, не плачь, там, еще одного парня найдешь или что-то похожее. Неважно. Это любых ситуаций касается. Итак, с психологической безопасностью разобрались. Понятнее стало? Я максимально простым языком пытаюсь объясняться. Разумеется, это психология, это все очень тонкие материи, и это отдельный восьмичасовой тренинг. Но я пытаюсь максимально просто все объяснить. То есть мы не врем, мы говорим правду, либо не говорим. Еще одна жизненная ситуация, чтобы подтвердить то, что важно ничего лишнего не говорить. Оказываю первую помощь пострадавшему без дыхания на станции Василия Островская в Питере. Мне приносят уже тело, не дышащее. Начинаю его откачивать. Проходит 20 минут. Приезжает скорая. Скорая начинает какие-то свои манипуляции производить. В этот момент звонит телефон этого пострадавшего, и там высвечивается надпись «Мама». Соответственно, были такие условия и обстоятельства, что мне нужно было ответить на этот телефон. Просто звезды сложились, что мне надо было ответить на телефон этого человека. Я ответил. Она у меня сходу же спросила, она даже понятия не имела, что незнакомый человек возьмет телефон, сходу спросила, что с моим сыном. Я в тот момент немножечко офигел, типа, что за ментальная космическая связь происходит сейчас. Я ей честно сказал, вашего сына сейчас спасают. Я как инструктор, тренер первой помощи прекрасно понимал, что его уже не спасают. В плане, ну, все, как бы смерть наступила. Но медики-то еще мне не сказали, что он умер. Медики стоят рядом и в планшете забивают данные этого человека, чтобы в морг отправить. И я этой женщине честно говорю, я ей не вру, я ей говорю, что медики работают, они оказывают сейчас помощь. А какую помощь, я понятия не имею. Я не знаю, может, они не в смерть вбивают, а там гуглят что-то оперативно. Дальше она спрашивает, куда я его повезу. Я ей честно говорю, в медицинское учреждение по такому-то адресу. Я ей не сказал, что это морг. Я ей сказал, это медицинское учреждение. Потому что если бы я ей по телефону сказал, что ваш сын только что умер, что бы с ней произошло? Она дома одна. Мы бы получили бы второго трупа. Возможно. А возможно бы и не получили. То есть я как бы и не врал, и при этом старался человека не травмировать психологически. И после этой ситуации мне потребовалась самому психологическая поддержка. Как вы думаете, какая? Это надо записать. Это называется дебрифинг. Вы после того, как пережили стресс, должны выпустить эмоции любым способом. Найдите кота себе, подругу, девушку, кого хотите. Прохожего на улице оставить. Скажите, мне надо выговориться, послушай меня. Так вот, вы после того, как пережили стресс, должны выговариваться. Это одна из многих причин, по которым девушки живут дольше мужчин на 5 лет минимум. Что такое девушка? У нее стресс и начала сразу же паниковать. Я не про всех говорю, разумеется. Бить посуду, и я тебя ненавижу. Это нормальная реакция. Я сижу такой, типа, ну ладно, пускай реагирует. Это про любую можно сказать. Мужчина же что делает? Я мужик, я буду терпеть. Я что, дурак к психологу ходить? Зачем мне это? Типа, слезы не для мужиков. И в итоге что происходит? Происходит, что этого человека приносят на станции Метео Василия Островского сердечным приступом к такому человеку, как я, и он его спасает. Потому что просто эмоционально эмоции, организм перегрузили, и начались реальные проблемы со здоровьем. Ну, как пример. Поэтому выговариваться очень важно. Не держите в себе эмоции и выговаривайтесь до того, как ляжете спать. То есть сегодня от меня психологически все пострадали, приехали домой, сразу же выговаривайтесь. А потом можно спать. Договорились? Четко. Идем дальше. Правила пяти «не». Сейчас по пунктам всем разжую. Не повреждать тело человека. Не надо ничего втыкать. Не надо ничего вытаскивать. Не надо ничего засовывать обратно. Не надо ничего вытаскивать и аккуратно раскладывать вокруг. Не надо пытаться вправлять. Не надо пытаться доломать. Не надо ничего этого делать. Не надо наносить больше увечий телу человека. Когда это делать можно, когда есть крайняя необходимость, например, едет поезд на человека, тогда можно сломать что-то. Но если он сидит спокойно, и вы такой, я знаю, как вправить этот перелом. Вправили перелом, в итоге у него открытый перелом и кровотечение. И это уже не такси, это уже реанимация. Вот, соответственно, не надо повреждать тело человека, не надо вот здесь вот ничего протыкать. Не надо прищепкой, там, не знаю, чем-то язык прикалывать к щеке. Не надо ничего этого делать. Это, во-первых, уголовно наказуемо, а во-вторых, это вообще никак помощь не оказывает. В том числе засовывать ложку в рот тоже не надо в рот. Идем с вами дальше. Не давать медикаментов. Не надо никогда никому давать никаких таблеток. Я вам запрещаю назначать и давать таблетки. Я вам не запрещаю помогать принимать таблетки. В чем разница? Дать таблетку, это я подошел к человеку, взял таблетку и засунул ему в рот. Или у меня была таблетка, я свою таблетку ему назначил. Что такое помочь принять таблетку? Это у человека есть таблетка в его кармане, он попросил ее достать, я ее достал, положил ему в руку, и он своей рукой сам съел. Я ему не помогал руку к лицу прислонить. Он это сам сделал. Вот это помочь принять. Вы не имеете права давать и назначать, но вы можете помогать принимать таблетки этого человека. У меня просто тысяча примеров того, когда неудачно данная таблетка чуть не убила человека. Ситуация. Еду в поезде, Санкт-Петербург, Москва. Плацкарт ночной. Сейчас в билетах РЖД можно написать, что ты умеешь оказывать первую помощь, тебя ночью разбудят, скажут, чувак, нужна твоя помощь в соседнем вагоне. Меня будет, говорит, чувак, в соседнем вагоне нужна помощь. Я такой, окей, сейчас разберемся. Прихожу, сидит молодой человек с короткой стрижкой, вот здесь вот выбрита и сумка, одет по-спортивному. Я спрашиваю, что произошло. Мне вагоновожатая говорит, ему стало плохо. Я говорю, конкретнее. Он был в первом вагоне, и ему стало плохо. Я такой, окей, первый вагон с конца поезда или сначала? Она такая, с головы состава. Я говорю, вы же понимаете, что мы с вами в девятом вагоне? Вы его через весь поезд ко мне не везли, да? Она такая, да. Окей, ладно, хорошо. Я говорю, что с ним? У него проблемы с давлением. Я говорю, как вы это поняли? Он побледнел. Я говорю, окей, хорошо. Что вы сделали? Мы ему дали таблетку для давления. Я говорю, хорошо, вы дали таблетку для давления. Рядом сидит другая бабушка, и я у нее спрашиваю, а вы что делали? В смысле что? Я ему только что таблетку для давления дала. Ой, от давления дала. Я говорю, сколько времени прошло? С этой таблетки до этой таблетки? Прошло вот то время, пока его ввели через весь состав. Там минут, не знаю, может 15, может 20. Не знаю, в общем, недолго. Одна таблетка не успела подействовать, уже вторую закинули. Идем дальше. А рядом сидит другая все еще бабушка, там одни бабушки в этом вагоне оказались. Она на весь вагон орет. Да господи, вызовите ему реанимацию на ближайшую станцию, он же не доживет до нее. В итоге, что нужно было сделать? Я выгнал всех и спросил этого чувака, ты из армии, ты дембельнулся? Он такой, да. С тобой нужно было поговорить? Он такой, да. У тебя стресс? Он такой, да. Окей, давай поговорим. Короче, его чуть не добили, пытаясь оказать первую медицинскую помощь. Если бы оказывали первую помощь, не добили бы. Что было нарушено? Какие правила? Первое. Не давать медикаменты. Дальше. Не перемещать без крайней необходимости. Зачем его куда-то везли, несли? Пускай бы сидел бы в своем вагоне. Представьте, самая любимая, частая ситуация у россиян. Кто-то упал, нужно подбежать, срочно взять, поднять и куда-то унести. Зачем? Серьезно. Лежит человек в луже. Ему мокро, ему холодно и рядом скамейка с подогревом. Его надо на эту скамейку переместить? Не надо. Пока не оценим его состояние. Вы этого человека поднимая, не знаете, что с ним происходит. Возможно, у него сердце еле работает. Он на износ работает, а вы его сейчас поведете куда-то под руку. Возможно, он себе что-то сломал. Любимая моя ситуация, из-за которой меня часто критикуют прохожие. Почему вы не помогаете этой женщине? Вы же мужчина. А я стою, просто ее игнорирую. Почему? Мне важно увидеть, как она будет двигаться. Она только что упала при мне. И я понимаю, что если она сама встает, она сама встала, у нее как минимум низкая вероятность того, что она себе позвоночник повредила. И у нее, скорее всего, ничего не сломано. А вот если она встать не может, я ей уже точно буду помогать. Так вот, не надо сразу же хватать человека. Другой пример. Кто руки ломал? Ну, тут туристы, путешественники, половина должна была руки ломать. Представьте ситуацию. Я думаю, знакомая ситуация. Вы пришли к травматологу. Первым делом травматолог вам говорит, раздевайтесь. А у вас рука, вы ее не чувствуете. Просто она жутко болит вот здесь, а все остальное не чувствуете. И вы на него смотрите и не понимаете. Он что, дурак? В смысле, раздевайся? Я до вас еле дошел. Как я буду раздеваться? Так вот, он не потому что садист, а потому что ему важно посмотреть, как вы будете двигаться в этот момент. Как вы будете себя вести? Может быть, у вас рука не сломана, вы себе это придумали? Так вот, у меня такая ситуация была, у меня рука оказалась не сломана. Я сразу же разделся, а потом такой, не понимаю, в смысле, подожди, она целая, она со мной. Так вот, для этого это и происходит. Я вам рекомендую, не надо никого откуда-то тащить, что такое крайняя необходимость, когда человеку в этом месте небезопасно. Мы об этом сейчас еще поговорим. Итак, дальше. Не приводить в сознание. Не надо приводить в сознание человека. Почему, объясняю. Представьте. Урок физкультуры. Ребенок бегал, бегал, мячик пинал, играл в баскетбол и резко потерял сознание. Вы знаете, почему он это сделал? Он это сделал, потому что его организм понял, что его сердце работает на износ. И надо выключать самую энергозатратную функцию человека. Это разум. Не мозг, а разум. Потому что разум человека заставляет его активничать и нагружать организм. Отсутствие сознания простым языком. Если меня будут смотреть коллеги из других организаций, они меня поймут. Они более сложным языком мыслят. Простым языком отсутствие сознания. Это защитная реакция организма на перегрузку организма. Представьте, компьютер, когда зависает, что с ним надо сделать? Перезагрузить. Потеря сознания – это перезагрузка. И вы не знаете, почему он потерял сознание. Вы этого не можете знать. Даже если вы знаете, что у него есть какое-то заболевание. Не факт, что он из-за этого потерял сознание. Что делать с человеком без сознания, я, разумеется, расскажу. Это касается как и походов, так и города. Медики, разумеется, приводят нашатырем иногда в сознание. Особенно пьяных людей. Но это делают медики на работе. И они знают, как спасать его дальше, если что-то пойдет не так. Вы же нашатырем. Как часто вообще нашатырь принимают? Из моей практики, когда я это видел. Берут тряпочку, наливают нашатырь. Вот так вот вокруг носа покрутили. Не сработало. Значит, нашатырь выветвился. Надо побольше. Еще раз повторили. Не сработало. Надо надавать по щекам. Не сработало. Окей, давайте польем его водой. Не сработало. В итоге человек приходит в сознание. У него сердце, которое отдыхало и билось вот таким вот образом, начинает биться вот так вот. У него стресс, паника. Вокруг все бегают, кричат, он умирает. Его надо срочно спасать. И у человека реально начинаются уже проблемы. Потому что его организм не готов к труду. Более жизненный пример для вас. Вы разгружали вагоны с углем. Приехали домой. Что хотим делать? Спать. Представьте, вы легли спать, и тут Денис вам звонит или звонит и говорит, чувак, первое правило первой помощи. Вы вместо телефона взяли кота или мышку компьютерную и пытаетесь что-то мне ответить. Так вот, это точно так же человек себя чувствует, которого насильственно привели в сознание. Потеря сознания — это не хорошо, но это более, как сказать… Короче, это проще для пострадавшего. И самое главное, вам не придется ему говорить, что все не будет хорошо, скорая, возможно, приедет, и вот это вот все. А что в самолете? А в чем разница самолета? Ну, хоть на Марсе. Вы поймете, что делать в самолете и на Марсе, и здесь, с человеком без сознания. Ну, разумеется, это всего лишь вешена айсберга. А какая разница? Вот смотрите, будущий медик. Задача первой помощи — работая по скриптам. Как только начинаете мыслить, у вас появляются сомнения. Появляясь сомнения, появляются сомнения, вы начинаете думать, теряете время, начинаете оказывать не ту помощь. В рамках первой помощи навредить невозможно. Если вы приведете меня насильственно в сознание, в моем случае, я могу не пережить, потому что у меня врожденный порог сердца. И мое сердце просто может не вытерпеть физнагрузок. А вы этого даже не знали. И куча таких ситуаций есть. Поэтому не надо человека приводить в сознание. У нас мало времени, я не могу, к сожалению, всю аргументацию привести. Поэтому нужно идти дальше. Не покидать место происшествия до приезда специалистов. Они все знают. Скорая приезжает не на пострадавшего. Скорая приезжает на того, кто вызвал. Они не будут ходить и искать с фонариком по кустам этого бездомного человека, который просто без сознания, потому что выпил слишком много алкоголя. Они вас будут искать. А вы тем временем уже уехали куда-нибудь там в Люберце. Или куда-нибудь еще. В Новую Москву. А это все на Красной площади было. Рядом с Мавзолеем. Вот. Так вот. Ну там, скорее всего, найдут. Неважно. Короче, суть в том, что не надо покидать место происшествия. Но если вам что-то угрожает, вам небезопасно, вы должны покинуть место происшествия. Потому что собственная безопасность всегда в приоритете. Договорились? Все четко. Где? Итак, правила пяти нет. Теперь мы с вами переходим к второй базовой вещи, которую надо выучить. Это алгоритм первой помощи. Алгоритм первой помощи – это последовательность действий, которую вы должны соблюдать при оказании кому-либо помощи. Это те шаги, которые нужны, чтобы вы не запутались. Алгоритм первой помощи. Его надо запомнить. И, к сожалению, его надо практиковать. Но у нас такой возможности сегодня нет. Но я вам продемонстрирую, как это и что это такое. Покажу на двух примерах. Человек в сознании и человек без сознания. Итак, алгоритм первой помощи – это последовательность действий. Если кто-то из вас прошаренный, вы, возможно, последний пункт увидели и с ним, возможно, не согласны. Так вот, эта лекция еще немножечко и для туристов. В городских условиях последний пункт вам не нужен. Вот последний пункт, про него можно забыть. В условиях леса и когда скорая не быстро приедет или вообще не приедет, этот пункт нужен. Итак, это последовательность действий. Первое. Первый шаг оказания помощи – это осмотреть место происшествия. Для чего производится осмотр места происшествия? Для того, чтобы выяснить, есть ли угроза мне как спасателю в первую очередь. Второе. Есть ли угроза пострадавшему? Это во вторую очередь. И в третью очередь задать себе вопрос еще раз, что произошло? Что происходит вообще? Почему все паникуют? Есть такое понятие, как матрица безопасности. Объясняю. Я встану немного вбок, мне, наверное, камера не видно будет. А вот это спасатель, это вы. Вам видно? Вот это пострадавший, это вот какой-то мужик левый, которого вы увидели только что. Вы задали себе вот эти вопросы. И бывает всего три типа ситуаций. Ситуация первая. Вам безопасно, вот здесь вот должен стоять плюсик, пострадавшему безопасно. То есть вам обоим здесь безопасно. Что вы делаете в данном случае? Вы оказываете помощь на месте. Теперь другая ситуация, жизненная. Мне семь лет. Я с мамой гуляю в парке. Три часа ночи, 1 января Новый год. Село, делать нечего. Лежит девушка в сознании, просит помощи. Рядом с ней ее собака на поводке без намордника. Ее защищает. Кому здесь есть опасность? Мне небезопасно, ей безопасно. Я могу ей на месте оказать помощь? Я сам физически ей помощь оказать не могу. Но я что могу сделать? Я должен вызвать тех, кто с этой ситуацией справится. Например, человек лежит в горящем доме. Вы боитесь туда заходить и не надо. Вызываем пожарных. Человек лежит на льдине и проходит мимо вас. Не надо ему помогать. Вы, пока пытаясь его оттуда достать, сами утонете. Вызывайте специалистов. Человек забрался на высоковольтные провода и висит там. Вы можете ему помочь? Нет. Вызывайте специалистов. Так вот, в этой ситуации вызываем специалистов. По какому номеру еще поговорим? Идем дальше. Последняя ситуация. Вам безопасно, пострадавшему небезопасно. Простой пример. 3 января, мне уже 27 лет, 3 часа ночи, мамы нету рядом. Лежит иностранный гражданин посреди Невского проспекта в луже лицом. В прошлом году были лужи на 1 января. И он захлебывается. В буквальном смысле посреди города захлебывается человек в маленькой луже. Если бы бил в туалете, задержался бы на 2 минуты надольше, он бы просто утонул бы. Ему опасно? Мне безопасно? На что я получаю право? На перемещение пострадавшего. Я его должен переместить. И потом уже оказывать в безопасном месте безопасную первую помощь. Мы с вами разобрались. И разумеется, есть еще одна ситуация, когда всем небезопасно. Но в данном случае вы должны думать о себе. И забить на пострадавшего. Но если вы можете по пути еще кого-то за собой захватить, там за волосы потащить человека из горящего дома без сознания, ну попробуйте, ладно, не проблема. Главное оставаться хорошим спасателем, а не мертвым спасателем. Окей. Понятно. Первый пункт – осмотр места происшествия. Пункт второй. Осмотр пострадавшего. Что мы должны у пострадавшего при оказании ему помощи выявить? Первое – это наличие сильного кровотечения, просто визуально. Второе – наличие сознания. Сейчас покажу как. Третье – наличие дыхания. Обратите внимание, пульса нету. Потому что согласно стандартам Совета реанимации разных стран, в том числе и российского, не нужно проверять у человека пульс. Большинство не умеет, большинство не сможет, большинство найдет пульс сейчас у стола. Если вы приложите пальцы к столу, я буду рядом стоять и на вас давить психологически. Это будет ваш пульс, а не его. Так вот, кровотечение сильное, сознание, дыхание. Как это делать, я вам покажу. Там в дальнем рядам не сильно скучно. Вам вообще видно что-нибудь? Лайк – хорошо. Шаг третий. Вызов специалистов. При вызове специалистов вы должны три базовых вещи сообщить. Вещь первая – где произошло. Вещь вторая – что произошло. Вещь третья – с кем произошло. Грубо говоря, почему важно сообщить в первую очередь где? Чтобы оператор знал, куда направлять специалистов. Для чего сообщить что? Чтобы знал, кого направить. И для чего сообщить сколько или кто? Чтобы понимать объем помощи. Это работает особенно, когда у вас айфон 17-й, и он на морозе 1% сейчас сядет. Вы говорите оператору, у меня сейчас сядет телефон, я посреди непонятно чего, выслушайте меня. И говорите, что, где, что, с кем. Разумеется, во всех остальных ситуациях вам оператор что задает? Вопросы. И вы на вопросы отвечаете. Все просто. Надо просто ответить на вопросы. По какому номеру вызывают экстренные службы? В Москве, не буду утверждать, в Санкт-Петербурге точно. Если вам нужна скорая, звоните в 103. Если вам нужна скорая плюс кто-то еще, звоните в 112. Потому что, к сожалению, через звонок в 112 вы вызов в два раза удлиняете. Лучше звонить напрямую в ту службу, куда вы хотите обратиться. На маршрутах туристических, когда нет связи, там есть какой-то альтернативный источник связи. Там радиостанция, спутниковый телефон или соседняя группа, которая вот пять минут назад мимо вас прошла. И так далее и так подобно. Вам душно? Немножечко, нет? Некоторые прям... Ладно. Итак, давайте мы с вами потренируемся вызывать скорую. Очень простой инструмент, как научить всех вызывать скорую с телефона. Возьмите свой мобильный телефон сейчас каждый. Достаньте свой мобильник. Достаньте свой мобильник. И сделайте так, чтобы он был заблокирован и погас экран. Заблокируйте свой телефон так, чтобы экран погас. Те, кто нас смотрит, можете сделать то же самое со своим соседом. Заблокировали, экран погас. Теперь дали свой телефон своему соседу. Даже если вы его не знаете, дайте. Ну смело. Обменяйтесь телефонами. Обменяйтесь телефонами. Обменять. Все молчат, молча обменялись. Обменялись, все молодцы. А теперь попробуйте с заблокированного телефона без подсказок окружающих ввести цифры 103 в меню вызов. Вводим, работаем. У тебя получилось. У тебя получилось. Молодец. Так вот, у многих сейчас возник вопрос. Блин, я не умею снимать телефон с блокировки. Что делать? Есть два пути. Первый путь. Экстренный вызов. Второй путь. Найти другой телефон. Так вот, продолжаем. Тренируемся. У кого не получилось, поднимите руки. Но я и не пытался. Ладно, у четверых человек не получилось. Такое случается. Все, можете вернуть телефон своему соседу. Возвращаем мобильники, обмениваемся обратно. Если это неравнозначный обмен был, лучше обменяться обратно. Обменялись? Все, четко. Итак, тишина. Сосредоточились на вот этой точке. Не на мне, на этой точке. Итак, это простой кейс. И если бы я сейчас добавил бы крики. Вот, все, у половины из вас адреналин подскочил в крови. Половина из вас, собственный телефон, когда руки потные, не сможете разблокировать. Домашнее задание. Потренируйтесь разблокировать свой телефон или найти кнопку экстренный вызов. Это навык, который ускорит вызов скорой в десятки раз. Вы не минуту потратите на это, а секунду. Это даже не в десятки, а в 60 раз быстрее будет. Это важный навык, который надо уметь делать. Все, разобрались, молодцы. Это вот был небольшой интерактив. Идем дальше. Шаг четвертый. После того, как вы осмотрели место, осмотрели пострадавшего, вызвали экстренные службы, вы оказываете первую помощь. Только в этой ситуации. Только в таком порядке. То есть мы сначала вызываем службу, а потом оказываем помощь. Если служба не нужна, то, соответственно, вы автоматически переходите на следующий пункт. Договорились? Зафиксируйте в голове один тезис. На прошлом слайде шаг второй. Был тезис «Сильное кровотечение». Единственная ситуация в жизни, когда вам необходимо сначала оказывать помощь, а потом вызывать службу, а лучше делать параллельно, когда у человека сильное кровотечение. Сначала вызываем службы, а потом оказываем первую помощь. Шаг четвертый – оказание первой помощи. Шаг пятый – необязательный. Это вторичный осмотр. Что такое вторичный осмотр? Я сегодня не успею показать. Вы домой придете и вобьете. Вторичный осмотр пострадавшего на YouTube. Просто YouTube. Просто вторичный осмотр пострадавшего. Там, в принципе, все методы неверные. Просто вам надо выбрать самый простой. Для чего нужен вторичный осмотр? Чтобы с макушки до пяток проверить пострадавшего на наличие тех травм, которые вы не определили. Например, вы видели кровотечение из шеи, остановили, потом вызывали скорую или параллельно вызывали скорую. Или у человека была сломанная рука, вы сначала вызывали скорую, а потом оказали ему помощь. Но не увидели у него торчащий гвоздь где-нибудь в боку. Ну, потому что реально не видно было. Так вот, вторичный осмотр нужен для того, чтобы увидеть вот эти вот проблемы. Окей. Теперь переходим к практике. Не, к практике. Мне нужен доброволец. Один человек. Я сейчас быстро практику покажу, мы на перерыв выйдем. Один доброволец, желающий. Я принудительно это сделаю. Вот специально обученная девушка. Я просто знаю, с ней проще договориться будет. Давайте ей поаблодируем. Итак, садись лицом к аудитории. Итак, сейчас мы разберем алгоритм первой помощи. Четыре шага из пяти. На примере пострадавшего, с которым будет ничего не понятно, но ему нужна медицинская помощь. Запоминай вводную. Ты на все согласна. Уже отлично. Второе. У тебя болит голова. Третье. Ты отвечаешь только на поставленные вопросы. И четвертое. Ты ничего не помнишь. У тебя болит голова, ты ничего не помнишь, но все согласна. Типичная ситуация. Идеальная девушка. Окей, показываю. Показываю сначала без комментариев, а потом я прокомментирую все, что я делал. Договорились? Главное не забыть мобильник. Вот мой мобильник. А где мой мобильник? Ладно, найдем потом. Окей, вот мой мобильник. Показываю первый раз без комментариев, а вы просто наблюдаете. Итак, я вышел с мероприятия или зашел на мероприятие и вижу сидит девушка. Я рано. Вижу сидит девушка. Меня зовут Денис. Вам нужна помощь? Что случилось? Что последнее вы помните? Как вы здесь оказались? А вы знаете, где мы? А как вас зовут? А что-нибудь болит? Я вас понял. Я вам скорую вызову. Будем ждать на месте. Договорились? Никуда не убегайте. Никуда не убегайте. Будем ждать на месте. Меня зовут Моисеев Денис. По адресу город Москва, в офисе российского Красного Креста сидит девушка на вид 20 лет. Жалуется на боль в голове, не помнит ничего. Что случилось, я не знаю. Мой номер телефона 8909-205-76-34. Буду ждать вас на месте. Встречать буду также я. Я вам скорую вызвал. Будем ждать на месте. Вы фокусы какие-нибудь знаете? Вот такое когда-нибудь видели? Нет? Не видели? Я вам сейчас научу. Все. Я вам показал ситуацию. Просто как она выглядит. Разумеется, в реальной жизни все немножечко сложнее. Для этого я вам рекомендую на тренинг прийти, где вас заставят это сделать 50 раз под разными воздействующими ситуациями. Это была не шутка, это случайность. Теперь я это показываю все с комментариями. Я объясню все, что я делаю, для чего. Итак, я вышел откуда-то. Все то же самое. Я вышел. Вижу сидит девушка. Сидит девушка посреди моего рабочего места. И непонятно, откуда она там появилась. Поэтому первым делом я понимаю, что нужно осмотреть место. Я посмотрел направо, налево, наверх, назад. Принюхался и задал себе три вопроса. Что мне угрожает? Мне вроде ничего не угрожает. Что ей угрожает? Ей вроде ничего не угрожает. Что случилось? Сидит незнакомая девушка. На асфальте. Не на стуле, на асфальте. Не на асфальте. На пенке посреди офиса. Надо что-то делать. Перехожу к пункту 2. Осмотр пострадавшего. Я визуально пытаюсь определить сильное кровотечение. А что такое сильное кровотечение? Это либо вот такая вот лужа. Я прям вижу лужу. Это из нее прям фонтанирует. Ну откуда угодно. Или у нее одежда пропитана кровью. Это визуально видно. Только так вы можете в условиях первой помощи определить наличие сильного кровотечения. Итак, я не вижу сильного кровотечения. Мне надо проверить сознание. Я подхожу к ней ближе, сажусь на уровень глаз, чтобы установить зрительный контакт, чтобы она не поднимала голову и не пугать ее. Сажусь на безопасном от нее расстоянии, чтобы она меня не покусала. И спрашиваю. Меня зовут Денис. Вам нужна помощь? Что мы только что узнали? Она согласна. Вы имеете право ей оказывать помощь. Если человек сказал нет, вы не имеете права оказывать помощь. Если человек сказал да, вы имеете право оказывать помощь. Если человек проигнорировал вопрос, молчание – знак согласия. Это работает так в первой помощи. Итак, она дала согласие раз. Она в сознании. Два. Она дышит. Человек, который может говорить, дышит. Все. Осмотр пострадавшего завершен. Но я все еще не понимаю, для чего ей скорая. Ну типа, что с ней вообще происходит. Поэтому после вопроса, могу ли я вам помочь, я задаю вопрос, что произошло. Она не знает. Это может означать что угодно. Поэтому я после вопроса, что произошло, должен задать уточняющие вопросы. Уточняющие вопросы могут быть разные. К примеру, она не знает, это о чем говорит, о том, что она не понимает. Не понимает, значит, проблема где? В голове. Поэтому я спрашиваю, а что вы помните последнее? Вообще ничего не помните? В каком мы городе? Да. В Москве. В Москве. Хорошо. А что вы последнее помните? Все. Мне этого, в принципе, достаточно, чтобы вызвать кого? Но она может не помнить, потому что у нее были выходные и день рождения. Может. Поэтому мне этого в ситуации данной недостаточно. Я задаю еще пару вопросов. У вас что-нибудь болит вообще? Голова. Мы знаем, что она ничего вообще не помнит, у нее болит голова. Это может быть провал в памяти, это может быть травма головы, это может быть что угодно. Этого достаточно, чтобы вызвать скорую помощь. Я ей говорю, я вам скорую вызову, я у нее не спрашиваю, я ее перед фактом ставлю. Я вожу номер телефона 103, прикладываю к уху телефон и говорю, что меня зовут Моисеев Днис, по адресу город Москва, Черемышевский переулок 5, офис Российского Красного Креста. Сидит девушка, на вид 20 лет, жалуется на боль в голове, ничего не помнит, что случилось, мы не знаем. Мой номер телефона 8930-01-74-95, я вас буду встречать. Оператор положил трубку, я убрал телефон. Сажусь к ней, и поскольку я не понимаю, что с ней делать, но я знаю, что есть психологическая поддержка, я просто ее развлекаю до приезда специалистов. Запомнили? Это кажется просто, но под стрессом это тяжело происходит. Для чего это нужно? Чтобы не запутаться. Поаблодируйте нашему пострадавшему. Давай, чтобы все слышали. Все, садись, сейчас отвечу. Так вот, если пострадавший отказался от вызова скорой, но вы считаете, что она ему необходима, вы имеете право вызывать скорую. Это не ложный вызов. Может быть такое, что пострадавший не оценивает свое состояние. Он, например, не понимает, что у него инсульт. Может быть. Вы можете вызвать скорую, но если пострадавший с оторванной конечностью встал и убежал, вы просто перезвоните и скажете, что пострадавший покинул место происшествия. Вы имеете право повторно звонить. Главное адрес помнить, чтобы с вас сориентировать. Так, здесь был вопрос и все остальные вопросы в перерыв. А, ну, я ответил. Большие молодцы с вами. Командная работа. Все. Вопрос? Внезапно. Чистые поля. Значит, вы плохой турист. Хорошо. Как вы думаете, служба 103 сможет сориентироваться в этой ситуации? Нет. Служба 112 сможет сориентироваться? Это служба спасения. Там есть спасатели в доступе соседнего кабинета, которые знают, что такое координаты, которые знают, что такое ориентиры. У нас была ситуация, мы искали человека. Как мы его искали? Мы его искали по следам самолетов. Мы у него спросили, солнце с какой стороны, с левой. От солнца видишь след самолета? Да. Самолет над тобой сейчас? Да. Все, мы знаем. Вот 20 на 20 километров квадрат. Уже хорошо. То есть ориентиры любые. Ты же как-то оказался в этом поле? Можно сказать, я проехал 500 километров в сторону Мурманска, остановился на трассе, поставил палатку, прибежал медведь, я убежал, прошелся 10 километров в сторону Норвегии и сейчас стою посреди белого мха. Спасатели поймут, скорая не поймет. То есть, ну, выкручиваемся, разумеется. Если вы на Марсе без телефона и спутниковой связи, то мы плохие спасатели и туристы. Нет, не могут отследить. Не могут отследить. Это законодательно сейчас плохо регулируется. Чтобы вас отследили, вы перед тем, как пропасть, должны подать заявку в ФСБ, чтобы вам разрешили искать по GPRS. Это не касается детей и пропавших людей. Кто знает, что такое Лиза Алерт, наверняка знаете, что такие вещи используются. Но не в ситуациях, когда вы вызываете скорую и спасатель. Окей, продолжаем с вами наш мастер-класс. Я вам сейчас показал алгоритм на человеке, с которым непонятно, что делать. Как ему оказать первую помощь? Что-то разберем, что-то не разберем сегодня. Сейчас я вам покажу алгоритм, что делать, если человек на вопрос, смогу ли я вам помочь, промолчал. Тема потери сознания. Потеря сознания. В чем вообще опасность человека, который находится без сознания? В том, что у него могут пойти рвотные массы. У него может запасть язык. Он может захлебнуться слюнями. Человек без сознания умрет, лежа на спине. Не 100%, но такая вероятность, она очень высокая. Человека без сознания необходимо повернуть на бок. Восстановительное положение. Человека в хлам просто пьяного, которому не нужна медицинская помощь, у вас корпоратив, он просто лег лежать под стол. Его надо проинструктировать, что он должен лечь на бок, чтобы вам не пришлось на нем мастер-класс проводить для своих коллег. Запомнили? Итак, в этой теме мы с вами по тому же алгоритму разберем, как проверять сознание, дыхание, как вызывать скорую помощь в этой теме и как оказывать первую помощь. К сожалению, я уверен, что ребята, которые сидят третий ряд оттуда, не увидят. И я вас поэтому попрошу немножечко встать и пройти вперед. Но главное, чтобы все видели. Потому что здесь будет много механики. Мне придется сесть на пол и показывать на полу многие манипуляции. Договорились? Согласовали? Все четко. Мне нужен доброволец. Я. Ложись. Ложись на пол, полностью расслабься, представь, что ты желатин. Это хорошо. Сразу оговорюсь для наших коллег из других организаций, что есть коронавирусный протокол. Связанный с коронавирусом. Я сейчас буду без коронавирусного протокола все делать. Я сдавал тест на ковид. У меня отрицательный мазок. Первое. Второе. Перчатки обработал. Третье. Лицо она после меня помоет. Вот. У нас не будет настолько близкого контакта, но он все-таки будет. Окей. Показываю, что делать, когда человек без сознания. Без сознания. Мы сейчас забыли про любые травмы. Просто у нас основная проблема, он не реагирует. Я все покажу по нашему скрипту. Без комментариев, потом с комментариями. Итак. Без комментариев. Не забываем мобильный телефон. Можно ваш мобильный телефон? Вы меня можете заблокировать этот айфон. Я его не сниму с блокировки. Ладно. Окей. Я шел по парку. Девушка, вам нужна помощь? Я могу вам помочь? Девушка, вам нужна моя помощь? Девушка, вам нужна помощь? Я могу вам помочь? И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. Меня зовут Моисеев Денис. По адресу город Волгоград. Парк имени Ленина. Около стелы Ленину лежит девушка на вид 25 лет. У нее нет сознания, но есть дыхание. Что с ней случилось, я не знаю. Мой номер телефона 8 930-001-74-95. Вас буду встречать я на месте, в красной жилетке с красным крестом. И раз, и два, и три. И четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. Виу-иу, скорая приехала. Все, возвращайся в исходное. Извини, не предусмотрел, что тебя немного попачкает. Сядь чуть дальше. Сейчас я все то же самое покажу, объясняю, что вообще происходило и почему. Расслабься, расслабься. Только чуть-чуть дальше туда. Теперь я поверну пострадавшего в ту сторону, чтобы все видели, что я с лицом делал. Поэтому давай мы тебя сейчас встань. Извини, встань. Ложись сюда. Тут есть некоторые конструктивные особенности, связанные с записью. Расслабься, самое главное. Все, ты желатин. Итак, я шел по парку, вижу лежит тело внезапно. Осмотрелся. На наличие угроз всем. Мне безопасно, ей безопасно, что случилось лежит тело, предположительно девушки. Подхожу ближе, осматривая на наличие чего? Сильного кровотечения. Сильного. Я его не вижу, не брызжет, нет лужи, нет жестких пятен. Поэтому я делаю вывод, сильного кровотечения нет. Проверяю сознание. Вопросом. Вам нужна помощь? Громко, чтобы услышала. Если я понимаю, что это девушка, есть признаки какие-то наружные. Девушка, вам нужна помощь. Девушка в маске, в обуви, Колумбе, Колумба, неважно. Есть, вам нужна помощь. Она промолчала. Молчание, знак чего. Она дала согласие ее потрогать. Она не говорила, что она бессознанная. Она всего лишь промолчала. Она может спит, может меня игнорирует, я не знаю. Я понял, что она всего лишь промолчала. Теперь я имею право ее трогать. Для этого я подхожу ближе. Сажусь рядом с головой. Вот так вот. Беру вот так вот руки. Нахожу вот эти вот места. Ставлю руки в эти места. Аккуратно трясу за плечи. Еще раз спрашиваю и смотрю ей на лицо. Для того, чтобы увидеть какую-то мимику на лице. Вам нужна помощь, девушка, я могу вам помочь. Мимики на лице я не увидел. А если бы она лицо скривила любым образом, о чем это говорит? Она либо спит, либо она пьяная, либо она меня игнорирует. Поскольку я мимики не увидел, у нее мышцы расслаблены. Это говорит о том, что она без сознания. И после того, как я проверил сильное кровотечение, сознание, я должен проверить что? Дыхание. Я проверяю дыхание. Разумеется, никакое зеркальце вам не требуется. Это неправда. Дыхание проверяется способом слышу, вижу, ощущаю. Я увижу подъем грудной клетки или не увижу. Я услышу дыхание или не услышу. И я почувствую дыхание, либо не почувствую. Мне нужно, чтобы два критерия сработало. И дыхание я буду проверять в течение 10 секунд. Не 2 секунды, не 30 секунд, 10. Даже если вы услышали дыхание в первую секунду, это мог быть сквозняк. Поэтому мне нужен четкий вдох, вдох и выдох. Вдох и выдох. Человек без сознания дышать, как она не будет сейчас. Он будет дышать слабо поверхностно. Но вы услышите, вы отличите недыхание с дыханием. Что такое ненормальное дыхание? Если человек у вас в течение 10 секунд только выдыхает. Из него воздух выходит. Это дыхание. Если у него только хрип, но нет вдоха, выдоха, это дыхание. Так вот, если нет дыхания или вам кажется, что его нет, считается, что дыхания нет. Это отдельный тренинг по реанимации. Мы сейчас просто физически не можем это все изучить. Мы разбираем ситуацию, с которой вы точно столкнетесь. Человек дышит, но не реагирует. Проверяю дыхание. Для этого я сажусь рядом с головой. Снимаю ей маску, чтобы услышать. Запрокидываю вот таким вот образом голову. Все увидели. Кто не увидел, скажите я. Для чего я запрокинул голову? Для того, чтобы корень языка, грубо говоря, сдвинуть. Ну, сам язык. Чтобы у нее дыхание появилось на случай, если дыхание пропало из-за языка. То есть запрокидывание головы – это обязательная процедура в данном случае. Прикладываю ухо и смотрю максимально плотно. И смотрю на грудную клетку и считаю про себя до 10. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. В данном случае я услышал, увидел и почувствовал. Все максимально очевидно, но я удостоверился в этом. Мы не используем зеркальце и стекло смартфона. У меня на каком-то вокзале в Москве труп дышал. Из него газ выходил. Он много выпил перед этим. И запотело стекло у спасателя, который проходил мимо. А я понял, что он не дышит, потому что из него выходит только воздух. Он не дышит, это не дыхание. Не проверяйте зеркалом, проверяйте. Слышу, вижу, ощущаю. Далее. Я должен вызвать какую-то экстренную службу по номеру 103. Говорю, что меня зовут Моисеев Денис по адресу. Город Кировск. Улица прямо линейная. На околе дома зеленого под номером 36. Лежит девушка на вид 25 лет. У нее нет сознания, есть дыхание. Мой номер телефона 8 930 0174 95. Я вас буду встречать в красной жилетке. Обратите внимание, я сказал, нет сознания, есть дыхание. Это важно. Вот тот самый человек на станции Митэй Васильястровский, который не дышал, при вызове скорой совершили ошибку. Человек, который вызывал скорую до меня, неправильные дал данные. Он сказал, что он без сознания. Есть разница между белая машина скорой помощи и желтая машина? Есть разница между бригадой реаниматологов торопится, рискует жизнью? Или бригадой реаниматологов знает, что с ним все в порядке и не рискует жизнью? Разница есть. Может быть, все было по-другому, если бы вызвали скорую правильно. Но это уже никто не узнает. Я вызвал скорую, теперь мне надо ей помочь. Для этого я сажусь напротив грудной клетки, ноги на шейне плеч. Ближайшую руку к себе убираю вот так вот в сторону, чтобы не мешало. Далее. Вот эту вот руку, дальнюю руку от себя, там не видно кому-то, прикладываю вот так вот к щеке. Нежным способом не убираю руку. Почему? Потому что она без сознания, у нее рука что? Завалится. Поэтому руку я не убираю. Свободной рукой, вот у меня еще одна рука целая есть, я беру дальнюю ногу пострадавшей, дальнюю ногу. И вот таким вот образом с помощью рычага физика 7 класса поворачиваю ее на бок. Пострадавшей без сознания достаточно просто проворачиваются. 7-летний ребенок ее на бок повернет. У меня есть несколько точек опоры. Я ей открываю рот, направляю в пол, чтобы слюни вытекали. И жду приезда скорой. Каждые 2-3 минуты я что должен перепроверять? Вы обратили внимание, как я это делал? Я просто прислонил ухо и положил ей руку на спину, но не давил, чтобы почувствовать хотя бы движение. Потому что из такого положения, если нет навыка, сложно дыхание определить. Я согласен. Но для этого есть курсы разных организаций. Там Вершина, Красный Крест, другие организации, которые могут вас научить. Поаблодируем нашей пострадавшей. Спасибо большое. Про лицо я не шутил. Потом. Окей. Все, это было, что делать с человеком без сознания. У вас возник вопрос, а если сломан позвоночник? Так вот, а если сломан позвоночник, и человек задохнется? Приоритетность какая? От чего человек умрет быстрее? А если человек с сильным кровотечением, не дышит, и со сломанным позвоночником, в какой последовательности спасать? Сначала останавливать сильное кровотечение, потом заниматься дыханием, а потом уже вспомнить о позвоночнике, возможно, сломанном. Вам смс-ка. А при внутренней, в рамках первой помощи вообще ничего сделать не получится. Даже если у человека внутреннее кровотечение, и он не дышит, его надо откачивать. Если у человека наружное сильное кровотечение, и он не дышит, надо кровь останавливать, а потом откачивать. Короче, последовательность действий от этого не меняется. В любом случае, алгоритм первой помощи вам в помощь. Я его еще раз напоминаю. Это пункты, написанные кровью всех на полном серьезе. Надо соблюдать эти последовательности действий. Итак, переходим с вами к следующей теме. Непроходимость дыхательных путей. Тема частая. У нас сейчас был кофебрек, и на нем кто-то мог подавиться. Так вот, подавиться можно двумя способами. И сейчас речь пойдет о взрослых, о детях от года, о беременных людях, о тучных людях, о высоких людях, о низких людях. И о взрослых. Обычно классический взрослый стандартный человек. Непроходимость дыхательных путей. Эта тема подавился. Подавиться можно двумя способами. Частично и полностью. Что такое частичная непроходимость? Что было? На что это похоже? Это кашель. Я кашляю. Я могу дышать. Я не умру. С вероятностью в 99%. Что нужно делать при частичной непроходимости? Нужно не стучать по спине. Необходимо побуждать кашлю человека, чтобы он просто откашливался. В буквальном смысле, как мантра. Кашляй, кашляй, кашляй. У меня бабушка лучше кашляет, чем ты. Откашливайся. Чтобы он откашлился. Если не помогает откашливание, это значит, нужен кто? Специалист. Ну все просто. Значит, предмет этот уже сам не выйдет. Но при этом он не умирает, этот человек. То есть частичная непроходимость, все просто. Почему стучать по спине нельзя, я не буду объяснять, нет времени. Но там все закономерно, логично и соответствует законам физики, анатомии и химии. Не надо стучать при спине, когда человек кашляет. Когда кашель есть. А вот если у человека нет кашля, это полная непроходимость. И выглядит это вот так вот. Ну вот, в итоге это заканчивается примерно вот так вот. Итак, полная непроходимость признаки. Я могу ответить на вопрос, что случилось нормально? Нет. Я могу в этот момент активно кашлять? Нет. Обратили внимание, у меня лицо начало краснеть, но потом оно бы посинело. Я при этом глазами показывал, у меня взгляд был напуганный. И у меня, я за горло даже держался. Я подавал признаки того, что я не могу дышать, потому что я подавился. Мы спрашиваем, тебе нужна помощь? Вы видите, ну, видимо, он подавился. Ты подавился такой. И вы ему оказываете помощь. Первая помощь при полной непроходимости. Мне нужен добровольец. Можно вас, пожалуйста? У вас есть травма спины или живота? Тогда не надо. Вот, давай на тебе. Поаблогируйте пострадавшей. Вот мы на ней разберем высокого, низкого человека, тучного человека, беременного человека и обычного человека. Итак, мы алгоритм первой помощи прошли. Я сейчас перехожу к пункту 4. Оказание первой помощи. Не надо душить себя. Сделай вид. Мы остановили время. Стоп, время. Там пауза. Все, она замерла. Я просто объясняю. Вот в реальной жизни, к сожалению, так не работает. Я встаю за спиной. Я сейчас простой способ для коллег, которые будут смотреть, показываю упрощенную версию. Встаю за спиной, наклоняю ее вперед. Нахожу область между лопаток. И наношу 5 ударов между лопаток. Но сейчас я это буду делать нежно. Мне ее жалко. Я ее еще не знаю. Вот если бы знал, бил бы посильнее. Раз, два, три, четыре, пять. Если она начала кашлять, это о чем говорит? Мы справились. Все, откашливайся. Но она не начала кашлять. Не помогли постукивания. Я ее чуть-чуть прислоняю к себе. Вот эта вот рука превращается в кулак. Сверху кулака ставлю свою руку. И моя задача произвести давление на живот вовнутрь и вверх, как бы вот так вот, чтобы создать избыточное давление. И то, чем она подавилась, вышло из нее. Из нее ничего не вышло, поэтому я продолжаю. В общем, мы эту процедуру повторяем. Я ей стучу, давлю. Стучу, давлю. Куда я давлю? Я давлю выше пупка. Опять же, для коллег с YouTube я все понимаю, я укороченную версию даю, времени мало. Я давлю выше пупка. Я не буду давить ей на ребра, потому что я ребра сломаю. Я ей буду давить выше пупка. Моя задача выдавить этот предмет. Стучу я для чего? В данном случае, потому что хуже уже не будет. Я расшатываю этот предмет внутри нее, чтобы он потерял точку опоры и при давлении вышел. Спасибо большое. Теперь разберем беременного человека. Если человек беременный или тучный, все то же самое. Раз, два, три, четыре, пять. Но на живот по понятным причинам мы давить не можем, верно? Поэтому я и буду давить, извини, вот сюда вот. То есть на грудную клетку. Полная тишина. Расслабься. Вот, слышали? Ну, первые ряды слышали. Из нее воздух вышел. Вот, там на монтаже потом ставят звук какой-нибудь. Разобрались. Но вы с этой ситуацией маловероятно столкнетесь. Но самое главное, что с ситуацией классического подавившегося человека вы точно справитесь. От ваших действий зависит жизнь человека. Не думайте, что кто-то найдется, кто вам, ему поможет вместо вас. Вы должны действовать, потому что для этого не требуется даже полноценной отработки. Нужно просто принцип понять. Постучать, надавить. Если кашлять, не стучать и не давить. Спасибо, садись, поаплодируйте ей. В силу того, что частичную непроходимость в этом помещении все вместе кашляем и проработать не можем, и полную непроходимость я не могу проконтролировать, чтобы вы друг другу ребра не сломали, в рамках первой помощи это не страшно, в рамках тренинга это нежелательно. Иначе организаторы отвечать будут, не я. Я уеду, у меня билеты завтра. А? Что еще? Что? Куда попадает? Куда попадает? А нам не важно, он выйдет или не выйдет. Если он не вышел, он не вышел. Если он вышел, он вышел. Наша задача не пытаться диагностировать. Человек, который задыхается, не протянет 5 минут, он тратит много энергии. Он через 2-3 минуты уже упадет без сознания. А вот если он не дышит и без сознания, это тема реанимация. Что проще? Ему постучать по спине и пару раз надавить или откачивать потом? Ну что проще сделать? Поэтому так спасаем. Если не помогает и не помогло, ну скорая, во-первых, уже едет. Мы же ее вызвали. Ее вызвал кто-то, ее вызвали вы. Я не знаю, вы это сделали параллельно, лучше, конечно, параллельно. И скорая уже едет, и в любом случае помощь будет оказана какая-то. Вы уже молодец. Теперь давайте поговорим о том, что делать, если вы подавились. И вы один. Частичная непроходимость просто расслабится. Все. Полная непроходимость. Я сейчас импровизировал максимально. Импровизировал. Короче, нормально все работает. В чем суть? Если рядом кто-то есть, ваша задача привлечь внимание. Вплоть до того, что взять что-то, швырнуть в человека, он такой, фига себе ты обнаглел. Подбегает к тебе, но видит, что вам нужна помощь и хоть как-то вам помогает. Возможно, он смотрел фильмы и понимает, что делать. Но не все, что показывают в фильмах, правда. Вы должны это тоже понимать. Далее. Если он не отреагировал и рядом никого нет, единственное, что вам остается, это найти точку опоры и продавливать себе вот таким вот образом с помощью какого-то предмета. Например, стула. Это ненадежный стул, но другого нет. Я посреди степи, там байконур в 30 километрах. Вот стул. Я подавился. Все, что нужно, это оказать себе помощь. Вот даже сейчас я, когда говорю, это неприятно, но давление из меня выходит. Разумеется, в реальной жизни нужно больше себя не щадить. Но мне еще завтра тренинг вести, поэтому сорян. Разобрались. Вот это прием самопомощи. Кто вообще знал, как себе в этой ситуации помочь? Полной непроходимости. Есть такие люди, кто знали? А кто не знал? Поднимите руку. Ну, короче, 99 к 1 процентов соотношения. Так что мой тренинг уже полезен был. Я уже большой молодец. Похвалил себя. Итак, это была непроходимость. А что делать, если человек высокий и низкий? Все просто. Если он низкий или сидит на стуле, сядьте. Если он высокий, посадите насильственно. Прям усадите его. Если это младенец, ребенок до года, это вообще отдельная тема. Там принцип действия тот же, но мы его сейчас даже отработать не сможем. У нас есть плюшевый мишка здесь? О, покажи. Наш младенец. Как понять, что младенец подавился? У него идут слезы, он не издает звуков, и у него синеет лицо. То есть вы видите, что он в сознании, но вы видите, что он не дышит. От чего младенца давится? Вообще от всего. Там любая муха, пролетающая рядом, может как бы привести к этой ситуации. Первая помощь. Просим кого-то вызвать скорую помощь. По-любому, 100%, как и у взрослых. Обратите внимание, я вам сразу про полную непроходимость рассказываю, потому что частичной у младенца нет, он, как правило, сразу начинает давиться полностью. Типа он не будет откашливаться. Ты же не будешь ему говорить, у меня бабушка лучше тебя кашляет. Понятно? Вот. Он у нас подавился. Что вы делаете? Вот это его, как вы поняли, лицо. Вот это голова. Вы берете младенца вот таким вот образом, придерживая головку. Наклоняете вперед. Используете эту ногу как каркас для надежности. И наносите между лопаток, как и взрослому, только уменьшая мощность и упор, и ладонь. Между лопаток. Раз, два, три, четыре, пять. Как понять, что помогло? Он начал орать. Если он не начал орать после этого, вы его перекладываете в другую руку, уже придерживая лицом вверх. Тоже наклоняя. Берете вот так вот два пальца и в том месте, где у него сердце, грубо говоря, грубо говоря, межсосковая линия, между двух сосков, центр грудной клетки, вы ставите два пальца и производите надавливание в центр грудной клетки. Раз, два, три, четыре, пять. И оно из него должно выйти. Если оно из него не вышло, вы повторяете процедуру, пока не поможет. Если не помогло, то, соответственно, у него нет сознания, нет чего. Это тема реанимация. Отдельное мероприятие. Вот. Опять же, ну, меня убьют за это, если кто-то увидит. Сто процентов кто-то увидит. Поэтому это просто как бы я объяснил, что с младенцами происходит. Отработать вам надо это на тренинге. Его как зовут? Шкипер. Он пока будет с нами. Поаблодируйте ему. Итак, идем с вами дальше. Это была непроходимость дыхательных путей. Обратили внимание, что я вот это вот не показывал? Так не надо делать. Это небезопасно от слова вообще. Это, возможно, работает, но шансов того, что вы убьете так младенца, в разы больше, чем шансов, что вы ему поможете. А вот этот способ, наукой доказанный, помогает. Самое главное, не убивает. Понятно? Отработайте на тренинге. Домашнее задание пройти где-нибудь тренинг. Итак, остановка кровотечения. Здесь всего три вида кровотечения, потому что кровотечения много разных. Мы разберем самые простые, с которыми все сталкивались. Сейчас полная тишина. Все сосредоточили внимание на мне, просто на меня смотрим. В полной тишине. И люди, которые смотрят нас на ютубе, тоже в полной тишине посмотрели на меня. Представили, что у вас пошла кровь из носа. У вас. И сидя на стульях, никуда не вставая, не задавая вопрос, сами себе, сидя на стулье, оказали помощь. Давайте. У всех пошла кровь из носа. У всех кровь из носа пошла. У всех. У всех. У всех. Прям льется струя. Итак, большие молодцы. Вот так работает общественное сознание. Половина за мной повторила. При носовом кровотечении нельзя голову назад закидывать. Необходимо, желательно, сесть на какое-то твердое место, наклониться вперед, прикрыть немного нос, а еще желательно взять тряпку, чтобы не пугать видом крови. И пускай кровь идет. Не надо назад голову запрокидывать, потому что кровь таким образом не останавливается. Вы ее просто не видите. Она по дыхательным путям попадает в желудок, затрудняет дыхание, вызывает рвоту, приводит к закупорке дыхательных путей. В общем, убивает. Таким образом она не убивает. Если кровь не останавливается, для коллег опять же все знаю, через 10 минут вызываем скорую. Если не останавливается. За 10 минут, в принципе, в теории, вы просто будете донором крови, по сути. 350 миллилитров вы сдали. Это не смертельно, но это нехорошо, если вы не донор. А младенцы, пожилые, беременные, само собой, лучше сразу к специалисту. Понятно? Это тот навык, который придете домой и скажете своему ребенку, нелюбимому, любимому человеку, делать так, не так, так не надо. Вот так вот. Да, вопрос только громко. Не надо затыкать. Кровь опять же, куда ей выходить? Куда она пойдет? Ну, так, не, разумеется. Смотрите, она здесь засохнет, и она из-за того, что вы все еще дышите, пойдет дальше. Ей же нужно куда-то вытекать. Она будет вытекать, соответственно, туда. Кровь сама остановится. Если она не останавливается, вообще два варианта. Либо проблемы с сворачивающей, свертываемостью, сжижением и другими терминами крови. Короче, кровь не останавливается вообще. И это смертельно опасно. Либо там, я не знаю, картерии, видимо, какая-то анатомию вспоминаем. Но это тоже как бы уже все. Это было носовое кровотечение. Слабое кровотечение. Что такое слабое кровотечение? Это кровотечение, которое само остановится. При слабом кровотечении первая помощь – это закрыть рану, чтобы кровь не вытекала. Если кровь продолжает вытекать, это какое кровотечение? Сильное. Чем затыкать рану? Все половины вспоминают сразу о бинтах. Так вот, на курсах нормальных первой помощи сначала учат работать подручными средствами, потом бинтами. Мы используем подручные средства. Сейчас каждый нашел себе хотя бы одну тряпку. Все нашли? Важно, не вставая с места. Да. Нет, я на полном серьезе. Не сработает. Ну ладно, достаточно, чтобы у вашего соседа тряпка была. Этого достаточно. Чтобы не раздеваться всем, достаточно этого. А поскольку слабое кровотечение понятно, мы сразу переходим к сильному кровотечению. Сильное кровотечение – это вот так вот. Ну вспоминаем. Лужа пульсирует, фонтан. Ну сильное. Чтобы понятнее было, это сильное кровотечение. Какое оно артериальное, не артериальное, уже это биология. Наша задача – помощь оказать. Итак, при сильном кровотечении основная первая помощь заключается в прямом давлении на рану по возможности наложения давящей повязки. И все. При сильном кровотечении давящая повязка. Я сейчас не смогу показать на всех местах. Я покажу самые популярные места. Это ноги и руки. Мне нужен доброволец. Вот там он был первый. Я на тебе другую тему покажу. Садись. Окей. Так, мне нужно две тряпки, которые для меня подготовили заранее аудитория. Есть еще шарф какой-нибудь? Можно ваш шарф, пожалуйста? Окей. Разберем руку. У него сильное кровотечение вот отсюда. Мы осмотрели место происшествия, осмотрели пострадавшего, увидели сильное кровотечение. Я прошу вызвать скорую, она вызывает скорую. Я это вижу, я ей доверяю. Я прошу пострадавшего. Зажми место кровотечение. Дави, 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 дави. Нашел быстренько, снял с себя, не знаю, там, трусы, футболку, что-то. Взял вот так вот, сложил тряпку вот таким вот образом. Вдавливай. Все. Он большой молодец. Он дал мне время. Я беру шарф. Убирает руку. И. Аккуратно? Рука травмирована? Тогда неаккуратно. И делаю давящую повязку. В чем суть? Внизу давящий элемент. Задача давящего элемента давить непосредственно в рану. Задача вот этой тряпки создавать давление на давящий элемент. Обратили внимание, где я сделал узел? В том месте, где давящий элемент. Желательно два узла, чтобы надежнее было. Если кровь таким образом не остановилась, повязка достаточно надежная, она давит. Давит? Давит. А если кровь не останавливается, что нужно сделать? Нужно поверх наложить еще одну. Прям поверх же. Снимать эту не надо, потому что это уже давление. Просто его надо усилить. Если у него конечность стала сначала синей, а потом белой, и он ее не чувствует, у вас получился эффект жгута, то придется тогда ослабить. Ослабить. Но все равно приоритет остановка кровотечения. Понятно? Принцип действия давящей повязки – это прямое давление на рану. Это можно сделать с помощью мобильного телефона. Ну, реально, в буквальном смысле придавить каким-то предметом. Это можно сделать руками. Это можно сделать чем угодно. Но главное, чтобы это что-то было не бумага. Ну, не салфетка, не маска медицинская. Короче, что-то надежное. Вот. Окей, коллеги, товарищи. Смотри, можно, но наша задача, чтобы не получился эффекта жгута. Суть в том, что давящая повязка, с точки зрения, опять же, статистики и науки, эффективное средство остановки кровотечения в руках неподготовленных людей. Я почти уверен, что здесь нет людей, которые не практикуют применение жгута каждый день. Потому что почти никто не знает, насколько накладывают жгут весной и осенью. Зимой, летом все знают, а весна, осень, к сожалению, нет. Три часа. Вот еще одна версия появилась. Ладно, спасибо большое. Поаблодируем пострадавшему. Ноги я сейчас покажу вот на девушке. Садитесь. Я возьму еще какую-нибудь тряпку. Можно здесь тряпку? Мне подручные средства. Прости, пожалуйста. Ноги. С ногами тот же самый принцип. Вдавливай. Где кровь идет, дави со всей дури. Возьми тряпку, вдавливай тряпку. Давишь, 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 давишь. Вызывай скорую. Вызывай скорую. Все, условно. Дави. Убирай. Сколько у меня по времени это заняло? Ну, какие-то секунды. Но опять же, у меня были подручные средства. Я заранее объяснил, что делать. В реальной жизни все немножечко, конечно, посложнее. Кровь из нее вытекает. У меня перчаток нет. Ну, есть, но их надо надеть. И все в этом духе. Поэтому могу и голыми руками. Главное, руки помочь. Принцип действия. Прямое давление на рану. Если повязка выглядит отвратительно, но кровь не идет, вы молодцы. Главное, чтобы потом ей конечность не отрезали, потому что мы перетянули ремнем, используя ремень таким образом, что у нее нога начала бледнеть, синеть и бледнеть. Все просто. Это называется слабое и сильное. По сути, по сути. Венозное – это слабое. Артериальное – это сильное. Почему мы не используем эту терминологию? Ну, кто отличит по цвету крови какое-то кровотечение здесь? Ночью. Да даже не ночью, даже днем. Вы не будете сидеть с пробником цветовым и пытаться оттенок определить. Кровь либо брызжет, пульсирует, либо вяло вытекает. Вяло вытекает слабое, сильно вытекает сильное. Разумеется, опять же, вам нужен тренинг, где вас зальют кровью. Фишка в том, что жгут – это сложно. И самое главное, если я сейчас кому-то наложу хотя бы замену жгута, плюс-минус по-настоящему, этот человек на меня в суд подаст за то, что он потом неделю не сможет нормально ходить. Это первое. Второе. Принцип остановки сильного кровотечения по стандартам 2016 года и 2020 года гайд по первой помощи Международной Федерации Красного Креста и Красного Примесяца гласит, основной способ остановки кровотечения – это прямое давление на рану. А жгут там тоже есть. Но там написано, что жгут можно давать только людям, у которых работа сопряжена с прямым риском, то есть военным, полицейским. Если вы вдруг поедете на курорты какой-нибудь там республики, где танки ездят, стреляют и бомбят людей, то 21.30 кому надо, время вышло. Но я еще полчаса вещать буду. Просто обязательная программа закончилась. Сейчас необязательная начнется. Тогда вам жгут нужен. Но вместо жгута есть куча других альтернатив. Опять же, это тренинг. Не могу я на все вопросы ответить здесь. Не успеем иначе поосвоить то, что нужно освоить. Ладно. Судороги. Что такое судороги? Это непроизвольное сокращение мышц. Мы сейчас разбираем судороги не отдельной конечности или пальца, а всего тела. Из-за чего судороги случаются? Самая популярная причина – это эпилепсия. Потом травма, отравление, перегрузка организма и миллион других причин. Поэтому мы в Красном Кресте эту тему называем не эпилептический припадок, а судороги. Потому что эпилептический припадок – всего лишь одна из сотен причин. Частая, но она не всегда случается при эпилепсии. Как выглядит человек при судорогах? Он может сидеть, может ехать, может стоять, может лежать. И у него все мышцы напряжены. Он прям видно по нему, что он как кирпич. Его может, может быть, он трясется, может быть, не трясется. Но самое главное, что он в этот момент напряжен, на ваши вопросы не отвечает. Дополнительные признаки. У него может выходить пена изо рта. Ничего страшного в этом нет. Ну и все, в принципе. Все знают, как судороги выглядят. Представляют себе, да? Вот. Соответственно, мне нужен доброволец. Кого я обещал? А тебе не надо будет трястись, ты будешь расслаблено. Ложись. Вот ложись сюда, головой в любую сторону. И немножечко аккуратно так потряхивайся. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот. Потряхивайся. Осмотр места происшествия. Она лежит не на проводе. Хорошо, значит, это, скорее всего, судороги. Осмотр пострадавшего. Я вижу, что это судороги. Зачем мне дальше продолжать? Прошу вызвать скорую. Вот девушка с телефоном вызывает скорую. Далее. Убираю вот этот предмет. Он опасный для нее. Она может об него удариться. Беру тряпку. Да, у тебя судороги. Не расслабляйся. Все. Все. Я больше ничего не делаю. В буквальном смысле. Все. Закончилась первая помощь. Я жду просто приезда скорой. Теперь. В скорой все еще не едет. У нее закончились судороги. Она потеряла сознание. И по какому алгоритму я действую? Потеря сознания. Все. По алгоритму первый. Я просто возвращаюсь к этапу осмотра пострадавшего. И делаю все то же самое, что мы с вами прошли в начале дня. Проверка сознания, дыхание на бок. Во время судороги этого делать не надо. Обратили внимание, я ей ложку вроде засовывал. Я ей пытался челюсть открыть. Я ее держал? Я ее удерживал? Как? Психологически. Я ей подложил что-то мягкое под голову, чтобы она головой не билась, а твердые вещи. Задача сохранить только голову. Все остальное она себе не сломает. Когда это можно сломать? Вот если вы будете пытаться держать ее голову. Представьте, голова двигается влево, а тело вправо. Что с позвоночником произойдет в этот момент, когда вы будете голову удерживать? Мы можем ей шею сломать в буквальном смысле. Простым языком. Если я буду удерживать ее руку, которая туда-сюда коматозит. Коматозь рукой. Я буду удерживать ей руки, я ей могу сломать что-нибудь? Она может вывихнуть. Поэтому мы вообще ничего не делаем в буквальном смысле. Просто ждем, когда судороги закончились. Все. Это не страшно. От этого, разумеется, можно умереть. Но если это будет состояние, человек уже не дышит и без сознания, другая тема. Это выглядит страшно. Ваша задача как спасателей не подпускать людей, которые пытаются засунуть ложку в рот, напоить ее нашатырем и по щекам надавать. Вот это основная проблема окружающей в этой теме. Поэтому вы просто говорите, стоять всем, не подходить ближе. Вот я у нее сознание даже проверить успел. Ваша задача людей с ложками не подпустить в этот момент. Подложить что-то мягкое под голову и не трогать. Ну вот не надо даже на это обращать внимание. Разумеется, контролируя, чтобы она не убилась там об косяки. Поаблодируйте пострадавшей. Да, погромче только. А человек может отвернуться вот пеной, которая у него выходит? Я сейчас простым языком объясню. Нет. Почему? Во время судорог, простым языком, во время судорог человек дышать не может. Из него воздух выходит, потому что сокращение безостановочное всего на свете. И поэтому пена розовая выходит периодически. Розовая, потому что да, он мог при падении, язык мог чуть-чуть выпасть из орбиты, он мог его чуть-чуть прикусить. Пена, потому что взбалтывается, жидкость, потому что там жидкость есть. Ну как бы железы, слюня и все в этом духе. Вот. Не парьтесь. А вот после того, как судороги закончились, он может этими слюнями, которые он взболтал, захлебнуться? Может. Вообще не вопрос. И мы его именно поэтому на бок и повернем потом. Есть статья в интернете настоящая, написано, при оказании первой помощи собутыльник убил своего собутыльника. Он сделал все правильно, кроме одной единственной вещи. Он начал ему ложку враз засовывать. Выковырил половину зубов, зубы раскрошились об ложку, и человек захлебнулся кровью потом, своей собственной, не дождавшись скорой помощи. А где он этому научился, я не знал. Кто из присутствующих, честно, как бы между нами, а думал, что ложку надо засовывать до этого мероприятия. Ну, честно. Ну, на самом деле, вас больше, просто половина из вас вот так вот руку поднимает. А? Язык чаще всего прикусывают в тот момент, когда засунули ложку в рот. Представьте, вы вскрыли челюсть, язык напряженный что сделает? И что произойдет дальше? Смотрите, судороги – это то, что происходит при эпилепсии и куче других заболеваний. Поэтому я эту эпилепсию не называю, я это называю судорогами. Неважно, у него эпилепсия, головой ударился предварительно, принял что-то, вообще без разницы. У него происходят судороги. Первая помощь при судорогах – голову обезопасить от удара обо что-то. И все. Да. Не надо вскрывать рот. Не надо вскрывать рот. Я работал интернет-маркетологом, и мне было интересно. Я зашел на сайт людей, страдающих эпилепсией. Что я увидел? Я увидел рекламу стоматологической клиники, где давали скидку на новые зубы. В чем суть? Ну, возможно, сайт людей, которые пытались помочь при эпилепсии, возможно, там на новые пальцы ссылки дают. Короче, люди, которые разменяются рекламой, знают, на кого настраивать рекламу. Они знают, что люди, которые страдают эпилепсией, иногда обращаются в стоматологические клиники. Вот именно по этой причине, которую я уже много раз озвучил здесь. Фу. Судороги – это просто. Это страшно, но это просто. И самая главная помощь максимально банальная. Не надо себя даже убеждать. Блин, я же боюсь ему помочь. Просто возьмите, подложите что-то и отойдите. Все. Если ему кто-то пытался ложку засунуть, и вы боитесь помешать, ну, ваша совесть чиста уже. Окей. О, а все, наш тренинг, все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok